Только 2% жителей Латвии причисляют себя к высшему классу по уровню доходов. На другом полюсе – люди, которые считают себя малообеспеченными. Таких 11%. 42% жителей думают, что зарабатывают ниже среднего. И только 41% опрошенных указали, что являются тем самым средним классом. Домохозяйства среднего класса подогревают экономику, создают спрос на различные услуги и товары, заботятся об образовании своих детей и тем самым повышают планку государственных инициатив. За 4 года слой среднего класса уменьшился. Раньше в него зачисляли себя 44% жителей. Зато существенно увеличилась сумма вхождения в тот самый средний класс. Если в 2019 году было достаточно 851 евро на человека, то теперь 1249 евро на одного члена семьи. Если мы моделируем ситуацию, что семья состоит из 4-х человек, то 1250 умножить на 4 будет примерно 5000 евро. Такую сумму надо получить на руки такому домохозяйству, чтобы по замыслу жителей их можно было причислить к среднему классу. И если мы посмотрим на семью из 4-х человек, где два работающих, то каждому надо зарабатывать по меньшей мере 2500 евро, чтобы соответствовать заданным критериям. Мы посмотрели статистику по средним зарплатам в Латвии. И можно сказать, что картина не такая радужная, потому что такие доходы у нас имеют изрядно меньше 10% населения. То есть одно дело ощущение, а другое статистика. Вот и мы спросили рижан, причисляют ли они себя и являются ли они средним классом. К какому классу вы себя причисляете по уровню доходов? К среднему. А вот пишут, что 1249 евро на члена семьи. Это признак среднего класса в ЛАД. Тогда не к среднему. Ну, средний класс, да, получается. Получается примерно где-то около 1800 на семью. Накоплений нет, кредитов хватает. Потому что и машина в кредите, и там пару кредитов вообще взяты. Намного тяжелее, потому что если, например, лет пять взять, например, те же самые 600 евро, ну, можно было бы жить. Сейчас за 2000 семья даже не сможет нормально жить. При всем при том, что есть большая помощь государству. На самом деле мы живем в Юрмале, и у нас очень хорошая поддержка Юрмальской думы. Но, тем не менее, зарплаты довольно низкие. И работать приходится очень много. Иногда даже на двух работах, чтобы обеспечить, вот как раз приближаясь к среднему уровню. Для этого нужно очень много работать. Вы к малообеспеченным себе? Вот, к больше малообеспеченным. Вот сейчас на пенсию пойду. Я сомневаюсь, что у нас какая-то семья получает на человека 1000 евро. Вот хоть вы меня убейте, не верю. Сейчас я один работаю, но счета могу оплатить и выплатить ипотеку. Вообще, как показывает исследование, жители Латвии считают представителем среднего класса человека, который имеет жилье, пусть и в ипотеку, может без особенного напряжения оплатить все обязательные счета, раз в год отправляется отдыхать за границу, может позволить платные медицинские услуги, а после оплаты всех счетов может сходить в ресторан или театр, отдохнуть в СПА, потратить средства на благоустройство дома и так далее. Но в институте указывает, к среднему классу могут причислить себя люди, которые могут себе все это позволить, а еще имеют накопления, которые помогут продержаться без ежемесячных доходов хотя бы три месяца, а лучше еще дольше. Данил Смирнов, Каспарс Маркус, Русал Сэмп.